Вот оно – инженерное сооружение, в появление которого на территории станицы Анапской мало кто верил. Но городские власти нашли инвестора, и принцип государственно-частного партнерства воплотился в еще одном проекте. Серьезные технологические процессы, сопровождавшие весь ход строительства, отодвинули срок сдачи объекта. Тому были объективные и очень серьезные причины. Из-за близости грунтовых вод пришлось принять дополнительные меры защиты сооружения. 184 шестиметровых шпунта стали основой каркаса, который обезопасит стенки перехода от обвала. Кроме того, с нуля построена система водоотведения вокруг перехода. Еще бы, знаете, на Восточном рынке такое же сделать, потому что там тоже сильные пробки. У меня и внуки ходят сюда, в библиотеку, и на карате ходят. А я их водила, теперь я не буду водить. Десять лет я сами буду бегать. В эти дни рабочие завершают монтаж лифта для маломобильных граждан. Глава Анапы был частым гостем на стройплощадке и теперь не оставляет объект без внимания. Замечания у Сергеева, конечно, есть. Свет работает. Вот я как бы предполагал, ты не говоришь, я. Пусть они нападают на лодке, десять человек, вместе с моющими следствиями, и по-моему. Следить за порядком – выполнимая задача для местных властей. Главное – объект работает. Благодарю Богу, много сделали, очень много. Но все равно, говорят, ничего не делают. Сделали много. У меня неправда, не удовлетворяет то, что нет пробки. Я тоже водитель, тоже за дверь еду. И для людей безопасно. Кроме пробки, еще же люди, как зайцы, через дорогу бегут. Здесь, при мне, я на автобусе работал, на гармошке, на всех автобусах. А при мне тут давили. Избивали их. Да, страшное дело. А сейчас прекрасно. Движение не затруднено. Автомобили не замедляют ход, как раньше. Пока сезон, машин, конечно, много. Но объективно, трасса вздохнула свободнее. Ну, я думаю, что должно все равно стать меньше пробок. Ну, потому что хотя бы люди уже не будут ходить, не будут останавливаться. Мало того, что люди переходили, здесь постоянно были аварии. Очень часто были аварии, да. И реально пробка выстраивалась там, выстраивалась там. Сейчас чуть-чуть поменьше. Все равно, как бы, немножко есть, но все равно поменьше. Местные жители гордятся станицей. Говорят, в городе нет таких объектов, как у нас. Да нужен. Сейчас-то машина уже, видите, как ездит. А то пешеходы постоянно переходили, и затор нужен. Чем больше строится, тем лучше. Я всегда говорю, Анапская лучше, чем Анапа, потому что у нас пешеходный переход есть подземный.